История о том, как найти свое счастье, развернулась на сцене Театра имени Станиславского. Наш карагандинский режиссер Константин Снегирев представил спектакль «Как принц искал свою принцессу». Эта постановка насыщена различными спецэффектами и перевоплощениями актеров. Подробности расскажет Антон Александров. Позвольте представиться. Сказочник. Обыкновенный сказочник каких тысяч. Но в детстве я мечтал стать волшебником, чтобы видать Театрик звездам. Этот спектакль создается прямо на сцене в реальном времени. Режиссер-постановщик Константин Снегирев выходит к зрителю в роли сказочника. Его повествования тут же воплощают другие персонажи спектакля. Так на глазах у детворы закручивается захватывающий сюжет с впечатляющим сценическим боем, различными похищениями и прочими испытаниями для героев постановки. В принципе, что хотел, то получилось. Может быть, конечно, не все, но что-то наработается все равно за время эксплуатации спектакля. Самое главное, этот спектакль был поставлен, да, он поставлен был к Новому году. Это пьеса Сергея Ильницкого «Настоящая принцесса». Вот, она взяла за основу и очень сильно, скажем так, сокращена, потому что там, ну, несколько сюжетных линий, и мы взяли вот как раз как бы первую часть такая, когда принц именно ходит, ищет принцессу, вот, попадая в разные ситуации. Константин Снегирев порядка 20 лет на сцене. За это время поставил уже три спектакля, которые успешно демонстрируются зрителю. В этот раз постановка позволяет окунуться в сказочную атмосферу леса, жизнь принца и различных принцесс. Все они в поисках своего счастья. Каждая девочка здесь, встречающаяся ему на дороге, она позиционирует себя принцессой. Но это дорога фальшивых принцесс. Характерную роль, мне кажется, намного интереснее играет, чем голубой героиней. Поэтому для меня это было легко, приятно и, допустим, очень радостно. Пройдя через череду испытаний, принц находит себе принцессу в виде горничной, которая его сопровождала на всем пути. Эта постановка получилась очень яркой, с элементами светового шоу. Все музыкальное оформление было в руках Ерлана Садуакасова и Вадима Ахметова. Частую смену декораций обеспечила подвижная сцена и актерское мастерство, когда герои спектакля самостоятельно создают себе окружающую реальность. В общем, посмотреть спектакль можно будет на протяжении нескольких недель, начиная с сегодняшнего дня в Театре имени Станиславского. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал.